Привет, друзья! Меня зовут Маша и добро пожаловать обратно на мой канал. Сегодня мы окажемся в очень необычном районе Петербурга, который называется Коломна. Признавайтесь, кто из вас знал, что есть такой район в Петербурге? Чтобы понять, где именно он находится, взгляните на карту. Это район в центре города, со всех сторон окруженный реками и каналами. Ближайшие станции метро – это Садовая и с юга Балтейская, с которой мы и зайдем в этот район. Через речку Фонтанку по Египетскому мосту мы попадаем в район Коломна. Он не пользуется популярностью у туристов, возможно, из-за отсутствия метро, а может быть, из-за некоторой провинциальности. Посмотрите, как близко здесь вода. Такое можно увидеть только в Коломне. Ну что, давайте заглянем в некоторые переулки и дворики. Коломна, кстати, довольно старый район, который существовал уже в XVIII веке. Раньше здесь жить было непрестижно, а значит, не очень дорого. А сегодня это самый центр города. Отсутствие метро и многоэтажек можно считать плюсом. Ведь именно поэтому здесь нет толпы туристов, и людей проживает достаточно мало. А во дворах и переулках очень тихо. Смотрите, какой фотогеничный дом. Это барбершоп. Квартир в продаже в этих переулках пока нет. Но в этом доме можно снять уютную просторную студию на время путешествия. Из переулков мы попадаем на оживленную садовую улицу. А в конце улицы находится вот такой интересный дом-утюг. А вот, собственно, почему утюг. А это едет трамвай номер три. Мы сейчас немного прокатимся на нем. Он отправляется с площади Репина и едет через весь центр города. Представляете? Вам обеспечена экскурсия по городу за 55 рублей. Вы увидите гостиный двор, Петропавловскую крепость, корабль Аврора, Марсово поле и храм Спаса на Крови, Михайловский замок, инженерный замок и многое-многое другое. Мы проехали с немного по Садовой и выше рядом с очень необычным и красивым местом. Это Семи мости. Необычность его в том, что отсюда можно увидеть семь мостов. Говорят, что когда вы найдете все семь мостов, надо загадать желание, и оно обязательно сбудется. Лучше всего для этого подходит Пиколов мост. И стоя на этом мосту, можно увидеть великолепный Никольский морской собор. Это первый храм в России, предназначенный именно для моряков. Построен и освящен в 1762 году. В этом храме два этажа. Первый этаж открыт для туристов, а на втором проводят обряды венчания и крещения. Здесь находится одна из величайших святынь Петербурга, мощи Николая Чудотворца. А мы идем гулять дальше. И практически у собора находится вот такой необычный и красивый дом, соседствующий с Мариинским театром. Это доходный дом Роберта Веге. Он был владельцем ультрамаринового завода. В отличие от типичных доходных домов, в этом доме абсолютно все квартиры предназначались для людей состоятельных и знатных. А сегодня здесь живут представители новой русской элиты. Например, здесь долгое время жил Сергей Шнуров с Матильдой. Но после развода в 2018 году квартиру выставили на продажу. Примерная стоимость жилья составляла 50-70 миллионов рублей. В этом доме больше квартир пока не продается, но на первом этаже можно снять большие двухкомнатные апартаменты на четверых. Ну а мы идем дальше в поисках кафе. Сразу скажу, что с кафе и ресторанами в Коломне проблематично. Но нам удалось найти одно неплохое место. Правда, это не совсем Коломна, но рядом. Это ресторан и чебуречная Салхино. Мы решили быстро перекусить, поэтому зашли в чебуречную. А вход в ресторан рядом, через соседнюю дверь. Здесь атмосфера прямо советской чебуречной. Скатерти, салфетницы, посуда и самообслуживание. Но знаете, нам понравилось. И все было достаточно вкусно. Особенно чебуреки. А это фирменный густой суп из баранины с картофелем. Очень сытный и наваристый. Чебуреки были очень сочные и вкусные. С таким же бомбом. С таким же бомбом. С таким же бомбом. Шашлык тоже оказался очень вкусным и сочным. В общем, место хорошее. Самое главное, было вкусно. Поэтому заходите либо сюда, в чебуречную, либо в ресторан. Цены в ресторане примерно такие же. Еще в Коломне есть пару интересных зданий. На улице Декабристов находится вот такой европейский уголок. Это эстонская лютеранская церковь. Сегодня здесь проводят не только службы, но и устраивают концерты современной и классической музыки. Билеты от 1200 рублей. Их можно приобрести на сайте церкви. И прямо напротив церкви есть небольшая улица Писарева, где есть такой двухэтажный кирпичный замок. Это особняк Шрётера. И на этой же улице находится вот такой красивый жилой дом. Где вы, кстати, сможете снять маленькую и недорогую студию на двух человек. По району Коломна можно гулять очень долго. Он достаточно большой. Если вы хотите увидеть непарадный Петербург, то вам сюда. Снимите здесь квартиру на пару дней и полностью прочувствуйте этот район. Тихий и спокойный, где есть школы и детские сады. И небольшие продуктовые магазины. А самое главное – это самый центр Петербурга.